Всем привет! С вами ваш переводчик Асылхан. И сегодня у нас Питер Барбер, профессиональный оперный певец и бас-вокалист из Америки. Всем приятного просмотра! И у нас довольно знакомое начало от Димаша. И эти инструменты играют на фоне пианино с таким нестрогим темпом. Оно такое свободное и произвольное. И Димаш начинает в этом вокальном стиле, где очень много дыхания и это звучит сокровенно. И он намеренно не прилагает особых усилий для этого. Он спел это низким диапазоном. Он делает это для того, чтобы показать нам контраст. Я говорю про диапазон. Он спецом начинает это низким голосом, чтобы позже в кульминации песни покорить нас высоким голосом. И в плане интенсивности, сейчас у него это дыхание и низкое закрытие голосовых связок. Позже, когда он раскроет свой верхний диапазон, у него уже будет высокое закрытие голосовых связок. Звучание станет насыщеннее и мощнее. То есть он создает себе пространство для роста. Димаш делает это не просто так. Сейчас у него такое нежное звучание, будто бы он поет вам в ушко. Давайте-ка послушаем и определим эти стартовые точки. Здесь у нас тональность для минор. Это знаете, сейчас он опустился вниз до ноты ля-2. И для Димаша это я к тому, что он же может петь как настоящий баритон, как настоящий тенор. И, конечно же, вот это его безумное пение высоким сопрано. И я думаю, что это самое невероятное в его голосе. Сейчас он опустился до этой ноты, эта нота ля-2. И его голос сейчас находится почти на дне его грудного диапазона. Отсюда такое звучание с придыханием. И это обычное дело для большинства певцов. Если только они не сжимают звук силой, и это звучит естественно, тогда там будет больше дыхания. Это зависит от того, чем ниже находится голос. У него здесь очень много воздуха, на этой ноте ля. Это говорит о том, что это его естественный грудной голос, без никаких дополнительных воздействий. «Как из лунного сна». А здесь у него почти весь воздух, на этой ноте ля-2. «Ой, если б знала ты, что мне нужна, только ты одна». Итак, он дал нам это дыхание, создал эту близость. И там был прекраснейший момент с этим вращающимся вибрато. И также хочу отметить, как он начал второй. Мотив. Вторую фразу с этим весомым вокальным фраем. «Ой, если б знала ты…» «Ой, если б знала ты…» «Ой, если б знала ты, что мне нужна…» «Только ты одна…» «Нота ля-2». «Лили, долгие лили…» «Были ночи без сна…» «Итак, сейчас мы можем сказать, оглядываясь назад, что в первой части, когда он пел низко, он намеренно добавлял сюда дыхание. Очевидно, что у него всё ещё есть некоторый резонанс. И он всё ещё опускается к самому дну грудного голоса. И я не знаю, когда ж это дно наступит. Я как-то слышал, как он поёт…» «Фа диез», а может и «Фа». Ну и перед этим он спел ноту до два, хоть это и был вокальный фрай. Проще говоря, мы до сих пор приближаемся к концу его грудного голоса. Но как же он спел эту низкую ноту ля-2, показав, что он может спеть ещё ниже, чем в первый раз? «Были ночи без сна…» И опять это звучит очень легко для его голоса, потому что та же высота. А здесь он допускает немного больше вибрато. «Были ночи без сна…» «Но в стуже сердце озарило, как весна…» «Только ты одна…» Здесь он добавляет вот эту «а» в конце фразы. «Сильным придыханием…» «Там почти не слышно голоса…» «На этой низкой ноте ля…» «Ни одна…» «Ни одна…» «Дальни…» «Дальни…» «Долгим огнём пылать во мгле и ненастье…» Знакомая последовательность аккордов. Клянусь, есть такая песня… В которой есть эта последовательность. Не могу вспомнить, но это очень-очень красивая последовательность аккордов. Здесь он поднялся немного выше в диапазоне Это еще даже не середка Но это немного выше Что-то типа переходного отрезка Здесь он уже немного больше Прилагает усилий для этой ноты ля И здесь все еще это дыхание Ну погнали Ладно, вот здесь уже совсем другая силушка Тут было так Он потихоньку переходит в оперный стиль пения И это одна из его уникальных особенностей Я уже много говорил о его классической технике По моему мнению У него самая Самая лучшая оперная техника, которую я слышал Хотя он и не является оперным певцом Она по-настоящему хороша У него отличная грудная поддержка И всегда достаточное количество глоточного пространства Превосходный резонанс Хотя тут микрофон И мы не можем услышать его настоящую мощь Но в общем все звучит очень здорово Очень основательный подход к оперному стилю пения И это поражает Потому что многим требуются долгие годы Для освоения одной этой техники Чтобы быть мастером в этом И Димаш, который может делать то же самое И при этом владеть еще и другими вокальными техниками Это огромный повод для восхищения Потому что я на своей шкуре знаю Как трудно поставить оперный голос А он это сделал И даже больше У него прекрасная естественная вибрато По этому признаку можно сказать Что в диапазоне есть еще место для разгона Пока это только пианино А здесь уже самое начало его головного голоса Фальцета Это нота Ми-4 Очевидно, что он может петь выше Намного выше Своим чистым грудным голосом Но сейчас он выбирает более легкое звучание И делает звук таким воздушным и глубоким Как будто бы для того, чтобы мы наклонились и прислушались Он держит нас в подвешенном состоянии И вокруг тишина Треугольник Это нота Соль Там что, была виолончель? Я услышал там виолончель Да, здесь был треугольник Мне кажется, это виолончель Только звуки, руки, лица Не нужна Только ты одна Это такой низкий струнный инструмент Стиль пения не изменился Очень классная устойчивая вибрато Это что-то вроде стиля бельканто, который поют в опере Когда у нас устойчивая вибрато в течение всего пассажа Он здесь выбирает более прямое звучание Такое стиль пения можно услышать в музыкальных театрах Что-то похожее на поп-белтинг Как же мне нравится эта фраза Потому что это прозвучало, как будто бы у него закончилось дыхание И он добавил немного силы, чтобы озвучить это И это может казаться противоречивым Потому что логика подсказывает Чем больше воздуха, тем сильнее звучание Но на самом деле все наоборот Чем мощнее звучание, тем сильнее закрытие голосовых связок И это означает, что меньше воздуха пройдет через голосовые связки Так что можно держать мощное звучание очень долго И это то, что он делает У него почти нет воздуха Но он сохраняет эту силу в звучании Потому что разумно использует воздух И ты вернешь меня из песни в этот мир Только ты одна А это риф Что-то такое Я всегда отмечаю рифы Потому что я их обожаю Как-то так О, это было круто Он резко атаковал И затем утянул голос обратно Что-то типа такого Опять Это требует неимоверного контроля Мы поднялись до ноты Си И сейчас он поет головным голосом Знаете, что делает высокие ноты Димаша Еще более удивительными Дело в том, что его головной голос Когда он поет в диапазоне сопрано Он намного мощнее, чем высокий грудной голос Хотя последний отвечает за пение белтингом Например, тенорный оперный голос И это чудо какое-то Вероятно, это природный дар И упорная работа именно над этой частью диапазона Грудной голос Так, я понял Этот же мотив был до этого Только в головном голосе А сейчас он уже в грудном голосе Он поет грудным голосом Добавляет в конце вибрато Получается такое классическое пение Это прямой белтинг Без никакого вибрато Вверх до ноты Си Чистый грудной голос Но уже другая техника исполнения Вы слышите эти различия? Вот первый Более оперный А тут музыкальный театр Он проносит оперное звучание Через весь свой диапазон Сохраняя больше глоточного пространства И выбирая немного темное звучание Так мы получаем звучание Скуро Я про Киара Скуро В звучании оперных певцов Киаро – это яркость Которая в основном исходит Из голосовых связок Когда мы не блокируем звучание тона В общем, Киаро – это яркая сторона звука И Скуро, которая получается Когда мы опускаем свою гортань Идем сгорать в костре грешной страсти Как гром среди ясного неба Вот это, вот это, вот это Для меня удивительно Вот это поражает меня больше всего В его голосе Так, нота Фа-5 Поднялись до ноты Ля-5 При этом поддерживает Такое стабильное вибрато Это такая легкотня для него Я серьезно Вот здесь его голос Расцветает по полной программе Уже выше, чем высокая нота До Немного потерял контроль Но он и не обязан Поддерживать насыщенность И последовательность звучания В течение всей фразы Такое просто случается Когда поешь живую На живых выступлениях Он же тоже человек Невозможно быть всегда идеальным Тут он потерял немножечко контроля На этой высокой ноте До Но он все так же поддерживает вибрато Это все так же чисто озвученная нота А здесь мы слышим Это крошечное колебание Небольшое изменение В его устойчивом вибрато По сравнению с предыдущим Неужто До Диез? Да, это До Диез Это была нота До Диез 6 У нас новая вершина А это уже просто абсурд Это нота Ми Извините, мне приходится играть все эти ноты на октаву ниже Это нота Ми 6 Даже не вспомню, что я слышал самое высокое от него Я думаю, это было У него что там, 7 октав? Походу, да Думаю, у него где-то найдется и свисковый дегистр И до сих пор он держит это вибрато Даже так высоко И это уже дичь Потому что даже если и кто-то возьмет такую частоту звука Это будет тупо виск Но не Димаш Вверх-вниз У него всегда все под контролем Чудесно А вот эту технику я от него не слышал Очень классно Такая техника, стиль Насколько я знаю Это ближе к средневосточным азиатским странам Это такой вот способ Музыкальный вид Я недавно пересмотрел фильм Троя И вот там много таких штучек Таких гармоничных структур Он представляет нам комбинацию разных стилей, жанров и даже культур Куда выше Боже, чувак Хорошо Во-первых, это уже дурдом Во-вторых, как я сказал раньше Он умеет грамотно использовать воздух И пропевать фразу в течение долгого времени Здесь же было добрых 20 секунд Он начал это оперным грудным голосом И потом сжал его в этот смешанный голос Или мощный головной голос И это позволило сделать этот переход к высоким нотам Более безболезненным Без переключения регистров Так как он переключился ранее Поэтому все получается так гладко Вот здесь он сразу же переходит в этот смешанный голос И вот уже отсюда Он с легкостью взлетает к этой безумно двинутой ноте А это нота Си-бемоль-5 Очередной поехавший риф Я даже не могу Не могу запомнить ноты, которые он туда поместил Это очень техничный риф И вот только здесь у него заканчивается воздух Мне очень интересно, как долго он держал эту ноту Закончил в 5.07 Итак, начал в 4.45 Получается 22 секунды И вот воздух кончается, кончается, кончается Что ж, вот это и есть тот самый кульминационный момент К которому он нас вел с самого начала И это получилось очень-очень резко Первые 3-4 минуты мы неуклонно прогрессировали вверх А потом вдруг ни с того ни с сего Он такой «Сейчас пою!» И как дал жару Димаш в своем репертуаре Да, такая кульминация песни Одарите этого человека цветами Он заслужил Есть столько удивительных вещей в голосе Димаша Мое самое любимое, что впечатляет меня больше всего Это его способность Переключаться между несовместимыми разными жанрами Разными вокальными техниками И звучать превосходно в каждой из них Это одна из его самых сильных сторон Второе — это его вокальный диапазон Как в общем, так и его безумные высокие ноты Нереально сумасбродные, чеканутые, высокие ноты Также он великий шоумен Он словно втягивает тебя в песню своим мягким глубоким пением Он создает себе пространство для разгона Он дарит нам вот это ожидание И дальше мы сами хотим услышать эти высокие ноты И это лучше, чем бы он просто вышел и пропел их Он знает, как очаровать толпу Как использовать различные вокальные оттенки, чтобы передать эмоцию Подлинный, невероятный артист Талантливый певец мирового класса Всем спасибо за внимание Я думаю, здесь больше нечего добавить Всех люблю, всех обнял Пока! Субтитры сделал DimaTorzok